Всем привет! Меня зовут Алина. В сети вы можете найти мои работы по запросу Алина Пловец. Я пишу разными материалами, но больше всего я люблю писать акрилом. В этом месяце я стала обозревателем The Dolan Sketch Acrylic Box. Вот так выглядит эта коробочка. И я предлагаю не терять времени, а быстрее перейти к обзору содержимого, потому что мне самое безумно интересно, что же там внутри спряталось. Итак, начнем посмотреть, что же спряталось внутри этой коробочки. Очень красиво упакованно изначально. Итак, что мы видим в самую первую очередь? Это у нас пенал для кистей. Очень здорово. Он такой тканевый, и мне кажется, в нем будет очень удобно хранить кисти. И это очень нужная вещь, то, что кисти носить просто так, где-то в пакетике или еще в чем-то очень неудобно. Они портятся, а в пенале они всегда будут в нужном состоянии, чтобы в любой момент могли с ними поработать. Ух ты! Дальше мы видим набор кистей. Очень разные кисти. Кисти синтетические обязательно, потому что в работе с акрилом подходят только синтетические кисти. Сейчас я их распакую, и мы посмотрим с вами поближе. Итак, у нас здесь разные кисти. Одна круглая, 4 плоских, разного размера, очень хорошая по качеству. Обязательно попробуем все их, когда будем рисовать наше задание. Кисти классные. Дальше мы видим вкусняшки. Это очень важно, я это очень ценю. Всегда подкрепляющим сладеньким в процессе работы над новой картиной. Поэтому это нам обязательно пригодится. Это здорово. Дальше мы видим визитную карточку. Доланскетч. Дальше классная желтая мишура. Очень позитивного цвета. Откладываем ее в столбик. Так, дальше. Дальше мы видим влажные салфеточки. Это тоже очень важно, поскольку я лично вся пачка всегда в акрил. От волос до локтей, поэтому будь чем вытирать краску, это важно. Класс. Дальше у нас идут наклейки. С очень веселым персонажем Доланскетч. Обязательно везде себе приклеивайте наклеечки. Вот так они выглядят. Дальше я вижу холст. Очень здорово, что холст мелкое зерно. То, что в моей технике это очень важно. На крупном зерне не получится у нас порисовать. Ну, точнее, получится, но на мелком зерне, безусловно, это будет круче выглядеть. Поэтому большое спасибо, что в набор входит именно мелкозернистый холст. Размером, насколько я понимаю, 20 на 20 сантиметров. Класс. Дальше, что это? А, палитра. Палитра. Давайте распечатаем палитру и посмотрим, что это. Так, ага, палитра бумажная, очень удобно. То есть, вы используете один листик, потом отрываете его, вам нужно ее чистить, мыть или делать с ней еще что-либо. Вы просто выбрасываете эти листики, которые уже использовали, и рисуете на следующем. Очень удобный формат палитры. Класс. И самая интересная часть, это, конечно же, краски. Краски у нас очень много цветов, просто супер много. Класс. Даже не знаю, как их вам все показать. Вот так, наверное, разложу, чтобы было видно, заметно. Цвета в некоторых коробочках могут отличаться, но у вас обязательно должны быть и будут, я уверена, все основные цвета. Желтые, разнотинки красного, синего и так далее. Краски, как я уже сказала, фирмы Amsterdam. Насколько я слышала, у них очень хорошее качество. Я сама и не работала еще красками конкретно этой фирмы, тем интереснее будет мне придумать вам задание. И тем интереснее мне будет самой поработать этими красками. Оттенки классные, яркие. Очень нужно это в работе над моими картинами. Я всегда выбираю яркие оттенки, поэтому здорово. Спасибо за яркие оттенки. Так, что это? Так, сейчас откроем. Я не знаю, что это за жидкость. Надо смотреть. Так, ага, это замедлитель для высыхания. Класс, это очень нужная штука, особенно если вы работаете не в декоративной технике, а в более живописном варианте, например, мастихином, либо имитируете масло. Вам очень важно, чтобы ваш акрил быстро не сох, поскольку акрил сохнет в течение пяти минут. Поэтому это очень нужная штука. Она замедляет высыхание акрила обычно от часа до двух часов, в зависимости от разных производителей. Здесь не написано конкретно про это. Ну вот, попробуем все в процессе работ. Здорово. Приложитель у нас есть. Так, это творческая памятка. Вот так она выглядит. Так, что у нас в конце? Написано, что это бумага для масла и акрила. Ух ты! Давайте посмотрим, что это за бумага такая. Одноклассно лицами. Красиво распаковать не получилось. Ага. Это такая бумага. У нее очень классная фактура. Чем-то похожа на холст. И она очень плотненькая. Поэтому на ней будет очень удобно рисовать акрилом. Мне нравится такой необработанный край. Я люблю всякие такие штуки. Вот она вся одинаковая. Здесь пять листов. Очень здорово. Буду пробовать. Я еще не рисовала на бумаге для акрила. Класс. Рюблю всегда что-то новенькое. Все. Наша коробочка распакована. Теперь я иду придумывать для вас задания. И встретимся на уроке. Очень интересный прием, когда предмет выходит за край листа. Не бойтесь его. Если у вас что-то не помещается целиком. И я вот вижу это пустое место, которое у меня осталось. Хочу его тоже заполнить. И я сделаю вот такую штуку. Видите, вот краска не ложится однородно. Это нормально. Поэтому мы с вами вернемся с этим оттенком. Хорошо, что мы намешали его побольше. Вы поймете, что таким образом у вас, собственно, и получается коричневый цвет. Вытавливаем в зелененький. Он у нас такой, достаточно яркий, солнечный. Тоже видите, что цвет не ложится однородно. Но в этом тоже очень страшно. Ждем пока высекнет наш с вами синий цвет. Если вам неудобно держать холст в одном положении, то вы можете его смело поворачивать. Можно было бы также у этой работы оставить белый контур. Вы можете видеть, как на контрасте с черным контуром становится намного звонче вот наши все яркие цвета. Желтый, красный. Фиолетовый цвет у нас получается в том смешении одного из синих оттенков с розовым. Я хочу как-то украсить еще к уши. Решила, что хочу это сделать с помощью белых полос. Вот, собственно, и все. Наше творческое задание выполнено. Большое спасибо всем за участие. Работы, которые вы нарисуете по моему видеоуроку, выкладывайте в Instagram с хэштегом DoScare. Участвуйте в конкурсе от Doodle & Sketch. Победитель получит в подарок коробочку следующего месяца. Всем творческих успехов. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok